Новосолдатка. Село в Ребьевском районе Воронежской области Российской Федерации. Административный центр новосолдатского сельского поселения. Согласно имеющимся архивным документам, село основано между 1680 и 1690 годами служилыми людьми. Название ему дано по аналогии с селом Солдатским Острогорского района. Переселенцы называли свое село Цуцепы. В разговорной речи этот вариант названия бытует и по сей день. Называли село так по одной из версий из-за сцепившихся между собой деревьев и кустарников в окрестных лесах. Есть и другое предание. Во второй половине 17 века для несения службы на Белгородской черте были созданы подвижные солдатские полки. Когда требовалось, солдаты выступали в походы. В свободное от похода время они жили в селах и занимались земледелием. В качестве платы им разрешалось найти порожнюю землю и поселиться на ней. Одним из таких поселков является Солдатская. Итак, на левом берегу Потудани возникло первое солдатское поселение. А несколько позже, недалеко от речки Девицы, второе поселение солдат. Из документов известно, что в 1684 году в селе был один двор, принадлежавший служилому человеку Григорию Скурихину. Вслед за ним пришли другие, то есть новые солдаты, и обосновали здесь новое солдатское поселение. Отсюда новосолдатская или новосолдатка. В 1769 году была построена Архангельская церковь. Новосолдатка делилась на две части – Скурихина и Шиловка. Церковь Архангела Михаила расположена на окраине села, на Большой площади. В 1867 году достроена боковыми пределами. В 1889 году производился ремонт здания, вновь сделаны главы, отштукатурены фасады, стены внутри расписаны масляной краской. В 1930-е годы церковь была закрыта, разобраны верхние ярусы колокольни. В последующие годы все здание обстроено хозяйственными сооружениями, в результате чего значительно пострадал фасадный декор. С 1990 года церковь была вновь передана приходу и начались восстановительные работы. Планировочная структура первоначального объема XVIII века, сооруженного по типу восьмерик на четверике, в целом традиционна. Храмовая часть с полукруглой апсидой, небольшая трапезная и колокольня. Однако церковь имеет и своеобразные черты, которые заключаются в слабо выраженной расчлененности четверика и массивного приземистого восьмерика, а также в том, что западная и восточная грани восьмерика значительно шире остальных. Завершен восьмерик купольной кровлей с восьмигранным высоким барабанчиком, увенчанным луковичной главкой на ножке. Пристройка боковых пределов в XIX веке привела план церкви к равноконечному кресту. Декоративное убранство фасадов отличается простотой и сухостью деталей. Внутри храмовая часть перекрыта восьмилотковым сводом со световым кольцом. Трапезная имеет цилиндрический свод с распалубкой от подпружной арки четверика. Церковь в данный момент действующая. В 1900 году вселенного солдатка имелись два общественных здания, церковно-приходская школа, 17 витринных мельниц, рушка, 5 торговых лавок, винная лавка. Примечательным является исторический факт, согласно которому новая солдатка стала одним из первых сел, в котором официально самим помещиком, которому оно принадлежало, было отменено крепостное право по собственной инициативе. В начале 20 века село насчитывало более 200 дворов, в которых общей сложности проживало более 1320 человек. Согласно уставу новосолдатского сельского поселения, новосолдатский сельский совет образован 24 декабря 1917 года. Советская власть принесла много нового в село в марте 1918 года. Село стало центром новосолдатской волости. Первоначально планировалось сменить название села на более благозвучное для новой власти, но потом в областном центре было решено, что в названии нет ничего из пережитков прошлого, и село было оставлено старое название. В 30-е годы прошлого века во время коллективизации и раскулачивания село было разделено на два коллективных хозяйства перед самой Великой Отечественной войной, объединенных в один колхоз. Оставшийся после войны и сумевший, благодаря самоотверженному труду местного населения, вернуться к прежним показателям буквально за три послевоенных года. Он просуществовал вплоть до самого конца 80-х годов. Теперь на бывших колхозных землях располагается сельскохозяйственное предприятие «Агрогорант», которое является достойным преемником славных колхозных традиций. Федор Бартенев родился вселенного солдатка в бедной крестьянской семье в 1885 году. В 1917 году вступил в партию большевиков. В 1918 году земляки избрали его председателем созданного сельского совета. В сентябре 1919 года красноармейский отряд проводил в селе мобилизационную работу. Несколько призывников дезертировали, четверых красноармейцы задержали и по решению рефт трибунала расстреляли. Через неделю родственники расстрелянных дезертиров схватили Федора Бартенева. Они издевались над ним, потом выстрелили в голову из винтовки. Председателя похоронили на местном старом кладбище. Памятный знак первому председателю сельсовета Федору Бартеневу открыли вселенного солдат Корепьевского района 11 октября 2019 года. Гранитный камень установили на месте кибели председателя. Сейчас здесь строится сквер. На торжественное открытие собрались жители села, школьники, представители власти. Знак будет напоминанием о событиях, которые происходили в селе во время братоубийственной гражданской войны 1919 года. Мы все, и особенно подрастающее поколение, должны знать историю малой родины, хранить память о предках, которые мечтали построить для нас лучшее будущее, и жертвовали ради этого своей жизнью. С июля 1942 года по январь 1943 года нова солдатка была оккупирована немецко-фашистскими войсками. В настоящее время в селенного солдатка действует средняя школа, медпункт, клуб. С 1957 года по 2000-е годы в средней школе селанного солдатка работал краевед, заслуженный учитель школы Иван Сергеевич Ярцев. Уроженцами селанного солдатка является Петр Максимович Дехтев, герой Советского Союза 1944 года, и Федор Кузьмич Сушков, известный скульптор. В данный момент население села составляет около 900 человек.